МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достигла показатели эпидемиологического благополучия, рекомендованных Роспотребнадзором для перехода на следующий этап снятия ограничений. Сохраняется действие ряда мер предосторожности в местах общего пользования, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. Напомню, 28 октября вступило в силу постановление Роспотребнадзора о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными или вирусными инфекциями и гриппом. Согласно документу, необходимо усилить меры дезинфекции на общественном транспорте. Регионам рекомендовано запретить проведение здравечно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23 часов до 6 утра. Также Роспотребнадзор России рекомендует обеспечить уровень охвата тестированием и проводить не менее 150 исследований на 100 тысяч человек. В Калмыке ограничения на работы ресторанов и кафе уже действуют с 3 сентября. Соблюдение режима работы строго контролируется. Ежедневно проводится обработка свыше 900 москов на базе 5 республиканских лабораторий, а также производится КТ-исследование в шести медучреждениях региона, прокомментировал глава Калмыкии. Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в Джарпичинге по привлечению инвесторов из числа федеральных органов власти. В рамках мероприятия презентовали мастер-план кластера «Черные земли» и обсудили возможные меры поддержки при реализации проекта. В нашей республике много уникальных мест, а проект «Черные земли» станет базой для развития туризма в Калмыкии, считает Бату Хасиков. По его словам, важным вопросом является развитие обеспечивающей инфраструктуры, так как без дорог и оборудованных площадок инвесторам будет сложно развивать свои туристические проекты. Республика не сможет позволить себе стопроцентную застройку обеспечивающей инфраструктуры, поэтому здесь также необходимы сторонние инвестиции. Руководитель региона сообщил, что создан фонд развития республики, который рассматривает туристические проекты стоимостью от 15 миллионов рублей. Водуются льготные займы с объемом финансирования не более 200 миллионов ежегодно со ставкой от 1 до 3%. Реализованные проекты могут получить льготы по налогам на прибыль и имущество. И кроме того, компании, зарегистрированные в Калмыкии, получают льготное налогоблажение по упрощенной системе, прокомментировал Хасиков. Глава Калмыкии поблагодарила Агентство стратегических инициатив и Ростуризм за поддержку республики, а также руководителя команды Станислава Рамазанова и директора заповедника «Черные земли» Батрух-Бышаева за успешную презентацию. В Элисте решен вопрос теплоснабжения трех жилых объектов. Недавно жильцы обратились к главе администрации города с просьбой оказать содействие в возобновлении работы их котельной, которая из-за износа оборудования не работает. Управляющая компания отказалась от обслуживания из-за низкориентабельности и ее текущего состояния. Подробности в материале Светланы Аджиевой. Надежда Гусарова, не скрывая радости, рассказывает, что теперь самая холодная зима им не страшна. На протяжении нескольких лет в их домах менялись управляющие компании. Внутридомовые сети пришли в негодность. Износ оборудования в котельной обслуживающей два дома составил 100%. В таком же состоянии узлы внутридомового и газового оборудования. С начала отопительного сезона они остались без тепла. И только после обращения к главе городской администрации Дмитрию Трапезникову в кратчайшие сроки из внебюджетных средств было закуплено необходимое оборудование. И тепло поступило в дома жильцов. Дома остались бесхозные и котельные бесхозные. Мы приехали, конечно, все было в удручающем состоянии. И котлы уже не работали, и насосы все уже было сгнившее. Пришлось полностью менять оборудование. Приобрели новые два котла установили, два насоса и подключили эту котельную. Буквально в среду поступили насосы нам, в ту субботу поступили нам котлы. И вот за три дня силами энергосервиса было установлено это оборудование. Дома сейчас уже получают тепло. В ближайшее время жильцам двух домов необходимо выбрать управляющую компанию. А пока работу по техническому обслуживанию берет на себя энергосервис. Провели работу с представителем, как бы сказать, Домковым, с Гусаровой Надеждой Викторовной, чтобы данные жильцы провели собрание жильцов под протокол и выбрали себе управляющую компанию. Если такого не получается, они сейчас на данный момент находятся на непосредственном управлении, чтобы они наделили все жильцы ответственное лицо, чтобы это ответственное лицо могло уже расплачиваться за потребление газа с ресурсом, самостоятельно решить проблему с отоплением не смогли и жильцы общежития по улице Лиджиева. По словам Домкома Любови Андроповой, после процедуры приватизации комнат, содержание котельной полностью легло на их плечи. Однако, необходимых средств на ее обслуживание у жильцов нет. Из-за накопившихся долгов была приостановлена подача газа. 80% это платежеспособные, 80%. И 20% тянут с оплаты, да. Мы с ними ведем борьбу, мы им ходим, надоедаем, напоминаем об этом. Дело в том, что мы были раньше у управляющей компании РУК, республиканской управляющей компании. В этом году, в мае, они стали банкротами. И поэтому два месяца мы вообще были ни у кого, между небом и землей. И с 1 августа нас отдали УК номер 3. И да, за август месяц заплатили там только, наверное, половину. По словам главного, инженер управляющей компании Андрея Бутекова обеспечить теплом сразу все здание невозможно, так как долгое время котельная не работала. К тому же, после замены старого оборудования на новое необходимо произвести опрессовку труб. Сделать это обещают в течение нескольких дней. Главное, чтобы все собственники вовремя вносили плату за отопление и содержание дома. Вот за два месяца, август-сентябрь, мы получили от них всего 580 рублей. Ну и смотрите, вот у нас только один дворник, нам обходится 3000. А они говорят, вот нам надо то-то сделать. А на какие деньги? Так что у нас просьба такая к населению. Пускай оплачут вот это, то, что должно платиться. Тогда и мы будем работать. На сегодняшний день для бесперебойной подачи тепла администрация Листы подписала соглашение о предоставлении услуг с ресурсоснабжающей организацией. Светлана Аджиева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». Глава администрации Листы Дмитрий Трапезников провел выездное совещание по вопросам соблюдения графика строительства нового спортивного объекта. Открытие роллер-дрома запланировано на 15 ноября. Площадка, оборудованная малыми архитектурными формами, будет обустроена безопасным покрытием. Строительство объекта ведется при финансовой поддержке Каспийского трубопроводного консорциума КТК-Р. В 2021 году реконструкция Парка Победы будет полностью завершена. В ее рамках будет благоустроена территория. Перед кинотеатром появится детское кафе, тихие зоны и прогулочные аллеи. Проект благоустройства Парка Победы под ключ предусматривает также устройство полноценного доступа к роллер-дрому и детской площадке. Их профессиональное освещение, парковочные карманы, общественные санузлы, современное ограждение, периметра парковой территории и дополнительное озеленение. В Калмыкии пресечен факт незаконной организации проведения азартных игр. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия совместно с коллегами из регионального ФСБ и Следственного комитета пресекли факт незаконной организации проведения азартных игр. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация о том, что в помещении двух зданий в городе Леста функционируют нелегальные горные заведения. Доступ в игровые залы имели только проверенные платежеспособные посетители, которые пользовались специальной системой паролей. Следователями отдела по расследованию особо важных дел выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовные дела возбуждены по материалам ФСБ России по Республике Калмыкия, а также отделам экономической безопасности противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия при координирующей деятельности прокуратуры Республики Калмыкия. Один человек погиб, 16 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 4 ребенка. Согласно сводке регионального ГИБДД, за прошедшую неделю на дорогах Республики зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, при надзоре за дорожным движением задержанное отстранено от управления 19 водителей, которые находили состояние опьянения, в том числе один гражданин, ранее лишенный права управления. 30 октября в 15 часов 10 минут на 207-м километре федеральной автодороги Р-22 Каспий на территории Киченеровского района 35-летняя жительница Волгоградской области, управляя автомашиной «Лада Гранта», не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомашины в кювет. В результате опрокидывания водитель и 4 пассажира данной автомашины, в том числе 3 ребенка, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. 30 октября в 19 часов 00 минут на 4-м километре северной объездной автодороги вокруг города Элиста 46-летний житель Целиного района, управляя автомашиной ВАЗ-2110, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с грузовым транспортным средством Mercedes-Benz 1840. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok